У таксистов тоже есть свой профессиональный праздник. Его празднуют весной, а точнее сегодня, 22 марта. Практически каждый человек хоть один раз в месяц пользуется такси. Особенно это удобно, когда не очень хочется толкаться в общественном транспорте или садиться за руль. Вы часто пользуетесь такси? Да. Ну, иногда. Периодически. Ну, если только в аэропорт. Ну, периодически, раза три в месяц. Почти каждый день. Степан Федоров работает в такси почти три года. За это время какие только истории не происходили с водителем. Да, буквально вот недавно, вчера, по-моему, вчера вечером ехала девушка. У нее, получается, дядя погиб на БСВО. Да, с Ульяновской области ехала, плакала. Ну, так, удерживался, как мог. То есть работа таксиста – это практически работа психолога на сегодняшний день? По факту так и есть. Это 99% работы психолога. Потому что даже одна женщина мне высказала такое интересное мнение. Говорит, у нее зять хорошо знает Москву, но при этом, попробовав, в такси ушел. Психологически очень тяжело работать, конечно. Ведь каждому человеку на подход найти все-таки. Но она, по сути, творческая, конечно. Мне вот именно она не нравится. Что где-то, если поможешь, где-то подскажешь, где-то объяснишь, почему нет. Ну, а так, скучно однообразие. Рулить в руль у нас сейчас практически младенцы, можно сказать, уже ездят. А вот, чтобы вот такой подход к людям. О том, что услуги такси становятся комфортнее, заметили и молодые мамы. Интересная история, что попадаются вежливые водители такси, которые помогают загружать детей в коляске. Что это немаловажно. И то, что есть у ряда такси, уже увеличилось. Количество? Нет, да, детских сидений увеличилось. Если раньше было очень редко, когда попадется такое такси, сейчас это легко. Конечно, у пользователей такси нашлось множество теплых слов для водителей. Пожелала бы, наверное, адекватных, хороших клиентов, чтобы не пачкали машины, не ездили пьяными, как бы культурными, чтобы были. А чтобы выезжали почаще, когда нужно. А когда нужно, обычно их нету никого. Не нужно, они стоят. Так что так вот. Удачу в жизни, везение и самого лучшего. Как? Не жезла и не гвоздя. Да, не гвоздя и не жезла. Чтобы мы, как клиенты, были вежливыми, культурными, не хамили и вовремя оплачивали. Счастья, здоровья, побольше хороших клиентов. А чего же хотят сами таксисты, рассказал нам Степан Федоров. У нас банально говорят, побольше денег, конечно. Ну и самое главное, клиентов вежливых, чтобы хамства поменьше. Все-таки мы же тоже люди, правильно? Нас просто иногда хочется, чтобы нас приравняли к оперативным службам, тем же самым, как скорая помощь, полиция, например. Потому что все-таки мы тоже, скажем, иногда, может быть, даже где-то спасаем людей по сути своей. То есть надо вовремя успеть на работу кому-то, детей в садик отвезти, в школу поуспеть. Так что, конечно, здоровья, чтобы самое главное еще, естественно, без него никак. Ну и нервишки, чтобы свои маленько как-то вот подлечивать, умудряться, чтобы здоровым оставаться. Без ярких и быстрых машин, приветливых водителей на улицах нашего города было бы неуютно и неинтересно. А при необходимости куда-либо добраться возникали бы затруднительные ситуации. Хочется пожелать всем таксистам благополучной дороги, хорошего настроения и доброй компании. Ирина Сотникова, Вячеслав Шумов, ТВР24.